Всем привет, это FreeStudio21.com И дальше мы говорим снова о Relative Pronouns И на этот раз у нас тема Relative Pronouns с предлогами Дело в том, что сами по себе Относительные местоимения, которые, как мы знаем, это Who, это Who's, далее там еще Which, That, That Значит, и еще Whom Значит, вся эта пятерка может употребляться не только просто в предложениях для связки Кроме этого, могут быть ситуации, когда к ним нужно прибавить предлог Я написала, специально придумала хитрое предложение, где будет сейчас предлог И сейчас мы увидим, как это может быть Итак, значит, The Woman Здесь все у меня нормально вроде бы The Woman А дальше у меня, с которой я разговаривала У меня стоит слово КОТОРОЯ Ага, вот оно Это мой подозреваемый на Relative Pronouns Это оно и будет, поскольку речь идет об ободушевленном предмете Значит, здесь у меня будет Whom, скорее всего Хорошо Я его здесь и ставлю Whom Далее я разговаривала, все такое Значит, I was I was Значит, допустим Talking Talking Далее Была хозяйкой дома Was A landlady Landlady Вроде бы все прекрасно, все замечательно, но Я не перевела одно маленькое словечко У меня есть тут женщина Вот она Вот оно Дальше у меня с которой Вернее, которой Вы уже, наверное, догадались, какое слово не переведено Дальше у меня все как надо Значит, здесь у меня будет я Разговаривала Вот оно I was talking Дальше была Хозяйкой дома Продолжается Была Вот оно И дальше Вот это все дело Вот оно все здесь Итак, что же осталось непереведенным? Непереведенным осталось маленькое слово С Его нигде нет Но его надо перевести В данном случае С Это будет То То есть С кем я разговаривала К кому я обращалась В этом смысле Значит Что я могу сделать? Я могу поставить его перед Whom Вот сюда Все нормально Это будет вполне нормальное предложение The woman to whom I was talking was a lame lady Это предложение имеет право на существование Оно правильное Но Здесь есть один нюанс Если вы сделаете вот таким образом Вы возьмете И поставите сначала предлог Потом relative pronoun А потом relative clause Вот это все дело У вас будет невероятно формально Официально Значит Очень такой формальный стиль Короче говоря Вот это Formal English Formal English То есть Это вы можете говорить Таким Ну Такого рода фразу Так встроить фразу Вы можете в деловом письме На научной конференции На деловых переговорах В какой-нибудь статье Журнальной Или газетной И так далее И так далее Но если вы общаетесь с другом Если вы просто общаетесь с человеком Где-нибудь там В неформальной обстановке Но эта фраза будет Покажется очень высокопарной Что делать Чтобы сделать нормальную фразу Значит Для этого Всего-навсего Я беру и переставляю To Вот сюда Вот таким образом Вот здесь И у меня получится такое The woman whom I was talking to Это менее формально А еще менее формально Если я скажу просто The woman I was talking to Значит Вот таким образом Сейчас я уберу этот Вот сюда Значит Formal Если у меня Less formal Скажем так Менее формально Но так В пределах разумного То есть не очень Народный язык Значит The woman The woman Далее Whom Я ставлю Whom Whom И дальше все то же самое I was Talking Sorry It's not talking Talking И дальше я ставлю To И дальше все остальное Там was И так далее И так далее Там Тра-ля-ля Все такое Значит Но Самый неформальный стиль Это Еще более Informal Вот так вот напишем Informal Это если я Сделаю такой ход The woman The woman Whom я выброшу I was I was Talking To Все что мне напоминает Relative pronouns Это мой предлог И все что мне напоминает Relative pronouns Это тоже этот предлог И дальше Там все остальное Вот таким образом То есть у вас по сути Есть три варианта Можно говорить Вот так Это красиво Это супер литературно Но это очень формально Можно говорить Вот так Это золотая середина И можно говорить Совсем informal Значит Сразу же говорю Что informal Дело в том Что relative pronouns Можно выбросить Далеко не всегда Иногда бывают ситуации Когда ну просто Нельзя этого делать Поэтому здесь Очень осторожно Далее Второй момент Informal Вы должны понимать Что у вас предлог Стоит после глагола И дальше там Какие-то будут Дальше будет продолжение Предложения Главное не запутаться Не забудьте Что этот предлог Вот это To У вас относится На самом деле сюда И здесь тоже Здесь у вас есть ориентир Здесь у вас Whom стоит А здесь ничего не стоит Поэтому надо смотреть Внимательно О чем идет речь И если вы будете читать Такое предложение Не запутайтесь Имейте в виду Что предлог Никакого отношения Не имеет к слову Воз И к тем словам Которые стоят После него Он на самом деле Просто стоит В конце Relative clause Итак Что мы имеем Значит У нас по большому счету Есть Значит Скажем так Relative Нет Я не Ну хорошо Пусть будет так Relative Я хочу схемку нарисовать Чтобы свести все в одно Pronouns Plus Prepositions Допустим Значит У нас вот эта вот структура Может иметь три варианта Первый Самый основной Formal Formal Значит Если у нас formal Значит У нас конструкция такая У нас стоит preposition Предлог может быть Абсолютно любой Это может быть To Это может быть With Это может быть By Это может быть Along Through Там In At И все Что только на душу Ляжет Их немерено Поэтому там может быть Все что угодно Далее у нас будет Relative Pronoun И далее у нас будет Relative Clause Relative Clause Вот такая последовательность То есть сначала предлог Потом relative Pronoun Потом relative Clause Эту последовательность Очень легко запомнить И наши люди Как правило так и говорят Почему? Потому что это калька С русского языка В русском языке Точно такой же порядок слов Теперь что касается Значит Informal Значит Informal У нас может быть По большому счету Два варианта Informal И дальше у меня Вариант первый Это Опять Preposition О, sorry Не preposition Я спешу У меня будет Relative Pronoun Потом у меня будет Relative Clause Я пропущу его Вперед А потом у меня будет Preposition В самом конце Вот таким образом То есть по большому счету Просто preposition Уйдет в конец Предлог будет в самом конце Подчиненного предложения Далее Второй вариант Еще более неформальный Это когда у меня Relative Pronoun Вообще куда-то улетит И у меня останется Только два действующих лица У меня будет Relative Clause И у меня будет Preposition Вот таким образом И если Первый вариант Очень высокопарный Но зато Очень нам Всем кто Русскоязычный Он понятен То второй вариант Да Более привычен Англоязычным Но для нас Допустим Иногда трудно Постижим Потому что Предлог Поставить в конце Предложение И он относится К началу Это Ну для нас Это мягко говоря Странно Далее Значит Почему еще Почему еще Preposition Ставится на начало Перед Relative Pronoun Почему так Почему иногда Я не имею права Поставить его в конце Есть такие ситуации Когда Ну нельзя его в конце Ставить Ну вот судите сами У меня допустим Может быть Вот такое вот Длинное предложение Сейчас я что-то придумаю We will Значит We will have Допустим У нас будет Видеоконференция У нас будет Видеоконференция Видеоконференция Значит С представителями компании Я специально делаю Длинное предложение We are the company С представителями компании Representatives Вот что-то в этом духе Значит Далее С представителями компании Которым мы разослали Приглашение До этого Или раньше Значит To Whom Вот оно Вот то, ради чего Я все это писала We sent We sent Значит An invitation Invitation Там допустим Before Вот Или Earlier Или Beforehand Beforehand У меня формальный стиль Поэтому пусть будет красиво Значит У меня две с половиной строки Предложения Это уже о чем-то говорит Далее У меня вот это Relative pronoun Он соединяет Две части Все нормально Я поставила предлог Перед Relative pronoun Почему Давайте посмотрим Что будет Если я его поставлю в конце Что у меня получается Допустим Whom we sent По идее Здесь должно быть у меня To А дальше An invitation Ага Значит Здесь нельзя ставить У меня дальше дополнение Которое связано с моим действием Sorry Значит Здесь отпадает Смотрим Если я его поставлю здесь Whom we sent An invitation To Ну В принципе Можно Конечно Почему бы и нет Дальше у меня Beforehand Будет стоять Ну Что на это скажешь Мягко говоря Странно получается Почему У нас просто Очень длинная фраза И у нас дальше Стоит обстоятельство Времени Если у вас Такая ситуация Если у вас Там дальше Куча второстепенных Членов Предложений У меня Здесь еще Может быть Бог знает Что написано Лучше Не делайте Вот этих Вот Экзерсисов С предлогами Поставьте его Перед Relative Pronoun Ваше Предложение Длинное И поверьте мне Вы запутаете И себя И собеседника Человек тоже Может не знать К чему Ваше тут Здесь Относится Поэтому Не делайте Этого Не усложняйте Себе жизнь Поставьте Перед Да Это формально Но зато Это понятно Исходим Из того Что должно Быть понятно Кроме того Длинные Предложения Характерны Только для Формал Инглиш Ну Как Только Только Не только Но как Быто ни было Такого рода Анаконду Вряд ли я буду Говорить Где-то Своим Друзьям Скорее Всего Я разделю Это предложение На две части И у меня Первая часть Первое предложение We will have a Video conference With a company Representative Tomorrow Допустим Точка И следующее Предложение We sent them Invitations Before И все И я вообще Вышла шикарно Из положения Я избежала Всех этих структур В официальном Стиле Я не имею Права так делать Я должна Сделать Сложное Предложение Поэтому Одно Истекает Из другого Формальный Стиль Длинное Предложение Поэтому Preposition У меня должен Стоять Перед Relative Pronoun Вот такая Мораль Запомните Себе Три Вот эти Последовательности Три Вот таких Алгоритма Значит Для формального Стиля Одно Для неформального Стиля Может быть Два Варианта Значит Что я могу Сказать Насчет Relative Pronoun Если у вас Супер Короткое Предложение Можете Выбросить Но Если у вас Все-таки Предложение Не очень Короткое Или Оно Ну Как Сказать Ну Мало Ли Бывают Ситуации Когда Ну Нельзя Просто Выбросить Потому Что Выбросить Будет Полная Каша Лучше По возможности Не выбрасывайте Relative Pronoun Из Предложения Если Вы Не Уверены Что Так Можно Делать Так Оно Будет Лучше Вот Таким Образом Кроме Того С Relative Adverbs Есть Еще Такое Явление А Relative Adverbs Мы Будем Говорить Дальше Это Отдельная Тема Есть Возможность Избежать Всех Этих Коллизий С Предлогами Можно Легким Движением Руки От них Избавиться Но Об этом Будет Дальше Смотрите Дальше Если Вам